легендарная кредитная карта альфа банка бесплатная навсегда стала еще выгоднее получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране не просто выгодно альфа выгодно в 1896 году антуан анри беккерель открыл радиоактивность экспериментируя с соединениями урана и фотопластинками он обнаружил что уран способен испускать некое излучение которое засвечивает фотопластинки и вот кстати то самое изображение которое он смог получить конечно же на этом его эксперименты не остановились и он уже буквально через семь лет вместе с пьером и марией кюри получил нобелевскую премию за свой вклад в открытие радиоактивности сегодня хочу повторить тот самый эксперимент который помог открыть радиоактивность но только гораздо более безопасным методом не тем который был у беккереля в общем меня зовут илья полынков вы смотрите огненное тв да начнутся эксперименты первым делом попробую изготовить фотобумагу в те времена цифровой фотопечати не было а пользовались черно-белой фотографией на основе серебра в качестве бумажной основы возьму вот такие бумажные химические фильтры на них нужно нанести состав на основе желатина для этого я возьму небольшую пачку желатина и высыплю его в теплую дистиллированную воду и после того как он набух его нужно аккуратно разогреть не доводя до кипения желатин растворяется и раствор становится прозрачным таким образом получается что-то вроде клея в этот клей нужно добавить немного бромистого натрия кстати этот натрий я использовал для получения брома видео с этими экспериментами есть в подсказках по идее бромистого натрия нужно совсем чуть-чуть я возьму буквально чайную ложку и растворю в желатиновом бульоне таким образом у меня получился концентрат который можно разбавлять дистиллированной водой примерно так 1 к 5 или 1 к 10 эту жижу я заливаю в пульверизатор и все готово для нанесения застилаю стол пленкой раскладываю бумажные фильтры и наношу желатиновый бульончик с бромидом натрия после того как это все высохло желатин стянул бумагу и у меня получились вот такие чипсы теперь на них нужно нанести слой нитрата серебра у меня есть вот такая советская банка с нитратом еще ни разу ее не вскрывал нитрат серебра разлагается на свету и поэтому банка хранится в черной бумаге крышка опломбирована и залита чем-то напоминающим парафин нитрат внутри немножко слежался но выглядит хорошо значит для эксперимента подойдет растворю немного этой штуки в чистой дистиллированной воде и снова залью в пульверизатор раствор для нанесения готов чтобы бумагу не коробило при высыхании я сделал держатель из пластиковой крышки наносить серебро нужно либо в полной темноте либо при слабом красном свете в ходе реакции нитрата серебра с бромидом натрия образуется бромид серебра который очень сильно реагирует на свет особенно на синий спектр насколько я понял сначала я нанес состав на бумагу зажатую в держателе и начал сушить феном но потом понял что вода затекла и под пластик и сушить эту штуку мне придется долго поэтому я убрал держатель и заменил его на канцелярские кнопки короче высушил свою фотобумагу и положил сверху несколько деталек чтобы посмотреть отпечатаются ли они на бумаге когда я включу свет при включенном свете бумага начала медленно темнеть но чтобы ускорить этот процесс я решил посветить аккумуляторным фонарем он реально очень мощный и очень ярко светит и буквально за пару секунд моя фотобумага потемнела значит светочувствительность у нее достаточно хорошая если убрать детальки с поверхности то видно как они оставили на ней свой отпечаток короче фотобумага получилось можно попробовать теперь положить сверху что-нибудь радиоактивное в качестве радиоактивных предметов я возьму три артефакта первый это медальон из ториевого стекла она содержит изотоп торий 232 мы это с вами определяли в одном из прошлых видео и ссылку на него можно будет тоже найти в подсказках во время распада тория и его дочерних продуктов получается поток альфа бета и гамма частиц но альфа частицы не способны выбраться наружу стекла поэтому данный артефакт является грубо говоря источником бета и гамма излучения и совсем чуточку альфа второй радиоактивный предмет это наручные часы победа на циферблате которых нанесена света масса содержащая ради часы уже давно не светятся но зато неплохо излучают и как у предыдущего артефакта все альфа излучение у этих часов блокируется стеклом и наружу идет только бета и гамма третьим источником радиации будет вот такой датчик дыма внутри у него есть пластинка на которую нанесено небольшое количество америция его тут меньше одного микрограмма то есть его тут можно сказать практически нету алюминиевый корпус почти полностью блокирует излучение но если снять крышку то получается значительный поток частиц все три источника имеют относительно слабую радиоактивность и они не способны причинить вред здоровью в отличие от солей урана который использовал беккерель в своих экспериментах подготовлю сразу три листа фотобумаги я читал что от нагрева светочувствительность только улучшается так что я думаю сушка строительным феном это хороший вариант после того как листы высохли я положил сверху три образца и оставил их в таком виде на сутки в полной темноте спустя сутки к сожалению я не увидел никакого эффекта скорее всего недостаточно использовать только фотобумагу нужен еще и проявитель поэтому я прикупил готовый набор из черно-белой фотобумаги и комплект хим реактивов для проявки и фиксирования изображения технология создания черно-белого фото практически не изменилась за последние сто лет даже сегодня на фотобумагу наносят все тот же самый желатин и бромистое серебро но на фабрике это делают гораздо аккуратнее чем это делал я в своих кустарных условиях возможно и на моей фотобумаге получались снимки но их нужно было дополнительно обрабатывать проявителем чтобы увидеть результат короче подготовлю растворы для проявки и для фиксирования изображения легендарная кредитная карта альфа банка бесплатная навсегда стала еще выгоднее получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране не просто выгодно альфа выгодно теперь включаю красный свет и достаю листы фотобумаги на первый лист я положу ториевый медальон на второй лист положу часы ну а на третий два датчика дыма один с крышкой а второй без нее выключаю свет и оставляю это дело лежать на сутки спустя сутки приступаю к обработке полученных фотографий в первую ванночку я залил раствор для проявки изображения и буквально уже через одну минуту появилось темное пятно на том месте где лежал открытый датчик дыма отлично первый результат есть далее я промываю это фото в чистой водой а потом обрабатываю фиксирующим раствором и снова промываю в воде и отправляю сушиться в итоге у меня получились вот такие фото сразу видно что по неопытности я засветил бумагу наверное красный фонарь слишком ярко светил чем ближе к фонарю лежала бумага тем сильнее ее засветило первое фото с датчиками дыма открытый датчик дает мощный пучок альфа частиц которые оставляют на бумаге отчетливый след точно также как соль урана которую использовал беккерель в своем эксперименте а вот закрытый датчик дыма не оставил вообще никаких следов в нижней половине фото на втором снимке видно только очертание часов из-за того что была фоновая засветка а вот сами часы не оставили вообще никакого следа на бумаге стекло блокирует поток альфа частиц а вот бета и гамма гораздо слабее ионизируют поверхность бумаги так как источник был слабый то его мощности просто не хватило чтобы засветить бумагу на третьем фото виден след от медальона но тут тоже видна проблема с засветкой это фото лежала ближе всего к лампочке и я его обрабатывал в последнюю очередь поэтому засветка получилось самой сильной а еще прозрачное стекло сфокусировала пучки света не получились вот такие более темные очертания внутри медальона короче получилось бракованное фото надо все переделывать для следующего эксперимента я возьму несколько датчиков дыма со снятыми крышками для того чтобы увидеть как ведет себя альфа излучение на разном расстоянии от источника для этого я сделаю подставки из одноразовых стаканчиков в дне сделаю отверстие в которое будет вставлен датчик а вот высоту стаканов укорочу так что простояние от датчика до фотобумаги было два четыре шесть и восемь сантиметров излучение должно ослабевать по удалению от источника а еще альфа частицы сами по себе не могут далеко пролетать они очень быстро теряют свою энергию в общем я сделаю четыре снимка на разном расстоянии от источника и еще дополнительно сделаю новый снимок на котором будут лежать часы и медальон чтобы перепроверить результат но новые снимки я буду делать почти в полной темноте поэтому снимать на камеру не смогу покажу только уже готовый результат и так спустя сутки вот что у меня получилось фото бумага на которой лежали часы и медальон осталась абсолютно чистой по всей видимости альфа излучение полностью блокируется стеклом и как предполагалось оно не способно выйти наружу а вот бета излучение проходит бумагу насквозь практически не ионизируя ее поверхность в общем следов она тоже не оставила но я думаю если оставить часы и медальон лежать на бумаге хотя бы на месяц то след точно останется и скорее всего я попробую это сделать теперь давайте посмотрим на следы оставленные америциям на расстоянии 8 сантиметров снимок оказался пустым на 6 сантиметрах тоже даже на 4 сантиметрах нет никакой засветки и только на расстоянии в два сантиметра я получил бледное темное пятно представляете насколько сильно альфа частицы теряют свой заряд пролетая через воздух для сравнения вот на этом первом снимке расстояние от источника до фотобумаги было всего лишь 5 миллиметров это в четыре раза ближе и посмотрите какая огромная разница альфа частицы это ядра атомов гелия они очень легкие и поэтому когда пролетают сквозь воздух они очень быстро растрачивают свою энергию и в этом мы наглядно убедились сейчас мы проверим насколько хорошо альфа частицы смогут преодолевать некоторые преграды резервфорд ставил эксперименты с альфа частицами и золотой фольгой и благодаря этому эксперименту открыл что оказывается в атомах есть плотное ядро до него вообще думали что атом это что-то похожее на кекс с изюмом сейчас мы проверим сможет ли альфа излучения пробиться сквозь алюминиевую фольгу это пищевая фольга толщиной 9 микрон я отрезал от нее кусок и планирую положить ее на фотобумагу так чтобы она закрывала собой половину датчика дыма таким образом мы увидим одновременно след от альфа частиц с фольгой и без нее также я хочу проверить тонкую золотую фольгу она называется сусальным золотом и ее толщина гораздо меньше чем толщина алюминиевой фольги в теории такая фольга должна пропускать сквозь себя альфа частицы но вот чтобы уложить ее ровно на фотобумагу почти в полной темноте мне конечно придется помучаться также я хочу проверить папиросную бумагу она тоже очень очень тонкая говорят что бумага может остановить альфа излучения сейчас как раз мы это и проверим и еще я хочу проверить проницаемость полиэтиленовой пленки я отрезал кусок пленки от фасовочного пакета толщиной 12 микрон с новой партией фотобумаги я снова работал почти в полной темноте и процесс я конечно же на видео не снимал но зато получил просто отличный результат теперь мы сможем собственными глазами увидеть разницу между материалами на этом фото я закрыл половину датчика папиросной бумагой излучение лишь едва пробилась сквозь нее видны даже какие-то поры внутри этой бумаги оказывается бумага действительно очень хорошо останавливает альфу а вот на этом снимке датчик дыма был прикрыт полиэтиленовой пленкой на снимке даже сохранилась фактура самой пленки представляете пленка имеет негладкую поверхность и вся вот эта фактура перенеслась на фотобумагу просто удивительно а вот так выглядит алюминиевая фольга на просвет удивительно но если частицы попадают на нее под прямым углом то они очень даже хорошо прошивают ее насквозь а вот на этом снимке левая половина была прикрыта золотой фольгой кажется что нет никакого эффекта но это не так левая половина получилась не такой четкой как правая разница между двумя половинами небольшая но она все таки есть это значит что появился эффект рассеивания фольга конечно находилась близко к бумаге и поэтому большого рассеивания не получилось но она определенно есть для альфа частиц тонкая золотая фольга почти прозрачная и лишь некоторые частицы сталкиваются с атомами золота и отклоняются в сторону этот эффект заметил резерфорд и благодаря ему открыл существование ядра в атоме именно резерфорд нарисовал ту самую схему атома которая нам всем хорошо известно в общем таким образом мы сегодня с вами повторили некоторые эксперименты которые сыграли очень значительную роль в развитии нашей науки надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео вы смотрели огненное тв до новых встреч пока